Добрый день, Игорь Камилович. У нас было видео на той неделе с вами. Мы начали разговаривать про гормоны и женский организм для подготовки к замужеству, для подготовки к беременности. И вы там сказали золотые слова, которые отразила одна из передовых очень состоятельных и успешных женщин, чтобы она оставила все свои дела и родила бы трех детей, была бы счастлива. Но в этом видео еще было отражено о том, что гормонный женский зареет от 14 до 20 лет. И наступает вот в этот период самый максимальный рост гормонов для детородства. Я бы хотел сегодня обратить внимание на то, что получается, что для решения определенных задач людям дается определенный срок. То есть женщина в определенный период делает какие-то задачи более легко. То есть если она в 20 лет не рожает ребенка, а затягивает этот момент, то в этот момент сила, возможность ребенка родить, возможность выйти счастливой мамой, они меняют на учебу, на зарабатывание денег, на зарабатывание квартиры. И от 20 лет у них часы начинают оттепливать в обратную сторону. И насыщенность гормонов становится меньше. Она падает. Расскажите, пожалуйста, каким образом мы можем помочь нашим девушкам, чтобы они в свои 35-40 лет поняли, во-первых, о том, что их гормональный фон упал, что они это не замечают в первую очередь, а во-вторую, значит, каким образом мы им можем помочь, чтобы их гормональное состояние улучшилось, и они могли бы все-таки полноценно сами родить и быть счастливыми девушками. Пожалуйста. Да, добрый день. Рад приветствовать вас на нашем канале. Продолжим тему прошлого нашего сессии. Да, действительно, женский организм, как я уже говорил, устроен очень-очень тонко, намного тоньше, чем мужской. Кормональный уровень очень реагирует на физическое состояние, на психическое состояние, на эмоциональное состояние девушки и женщины, на ее мысли, на ее переживания, на то, как она питается, на то, как она спит и так далее. То есть много-много факторов, ну, я уже не говорю про климатические условия, про Луну и так дальше, и условия жизни в мегаполисе, то есть вся информационная нагрузка. Поэтому с каждым годом, с каждым сезоном способность к деторождению, к сожалению, у нынешнего поколения снижается. Способность, вернее, не к деторождению, а способность родить здорового, полноценного, счастливого ребенка, при этом зачать его, выносить и родить самостоятельно, для этого нужны сила и энергия. Значит, что мы можем предложить в нынешних условиях? Ну, в принципе, все-то банальности просто. Просто нужно идти в ногу с природой, не придумывать ничего ненужного, снять с организма нагрузки, те, которые на нем есть, физические, психические, эмоциональные, дезодотационные, нарушение биоритмов, снижение энергетики организма, забитость головой ненужной мусорной информацией, но для ненужной информации называемую мусором. В принципе, так оно и есть. Но когда все файлы, если брать компьютер, заняты, то есть память загружена, перегружена, в мозг уже ничего не впускается, и компьютер начинает зависать, и все программы, даже те, которые даны нам изначально, правильные программы, они тоже начинают зависать и не выполняются. Что нужно сделать? Либо увеличить количество памяти, либо убрать ненужную информацию. Значит, подготовка к беременности, родам, где-то рождении, вообще к жизни, к семейной, и жизни вообще в этом обществе, для того, чтобы тело нормально функционировало, выполняло свой род, начинается с эндоэкологической реабилитации. Что такое эндоэкологическая реабилитация? Реабилитация – это ре, обратно, вита, жизнь. Возвращение к жизни, эндоэкология – это внутренняя среда организма, то есть возвращение к жизни, очищение внутренней среды организма. Это если брать на физическом уровне. То есть нужно организм расшлаковать, улучшить кровообращение, улучшить иннервацию, улучшить обменные процессы, улучшить гормональный статус. Тогда все клетки организма начнут расшлаковываться и начнут функционировать, так они должны функционировать по природной своей программе. Все клетки организма, начиная от клетки кожи, заканчивая клетками эндокринных органов, заканчивая клетками матки, яичниками, головным мозгом, психоэнциональной сферы и так далее. Это основное, то есть убрать из организма то, что им мешает. Соль тяжелых металлов, вроде нуклеиды, антибиотики, продуктов и обменные вещества, аллергены, много-много всего там ненужного, в организме копится, особенно копится в костной и жировой ткани. То есть нужно этому посвятить какой-то промежуток времени. Начинается, коротко расскажу, этапы, это очищение кишечника, это очищение печени, желудочного пузыря, это очищение глимфа, очищение крови, ну и так далее. Процедуры можно делать не обязательно в клинике, можно делать под контролем в домашних условиях, если нет противопоказаний, все это реально. Дальше идет налаживание более тонких структур, эмоционально-психологически, потому что яды есть разные, есть яды физические, то, что мы потребляем с пищей, мы вдыхаем с воздухом, есть яды эмоциональные, то есть наши негативные эмоции, зло, агрессия, ненависть, стыд, вина, ну много-много всего, которые тоже, к сожалению, привносят изменения в обмен веществ, и яды психические, ну либо ментальные, как их можно назвать, это мысли. Наши мысли пессимистические, негативные мысли, также сюда страшные мысли, то есть мысли, то, что мы с вами мысли формируем наше будущее, настоящее, то есть это уже неправильные мысли, неправильные эмоции, неправильные гормоны, неправильная биохимия, неправильное функционирование клеток. Вот я всю иерархию вам назвал. То есть можно идти вниз, снизу вверх, с функционирования клеток, то, чем мы занимаемся, И сверху вниз, ментальный, эмоциональный. Игорь Камилович, возникает вопрос. Может быть мы на следующем занятии попробуем расписать карту тех ядов, которые есть, и на каком уровне они работают. Потому что в жизни есть каналы человеческие, и в жизни есть чакры. И мы с вами постараемся на каждую чакру расписать тот момент, который вредит ему. То есть если есть у нас, я человека разделяю как по пластинам, как по дискам. У нас есть же CD-диски, они горизонтально стоят. Когда ядов получается, диск смещается с осей, и он плохо считывает ту информацию, которая должна быть. Та программа, которая есть. Это как мы испачкали CD-диски, и не попадает та информация для считывания каналов. Да, мы с вами попробуем эту схему нарисовать, и нарисовать на каком? На ментальном уровне, на кишечном уровне, на желудочном или на печеночном уровне. Какие есть яды, и как они будут влиять. Тогда у нас будет целый человек, и мы построим эту матрицу мужскую и женскую. Потому что мужские гормоны, мужские токсины свои, а женские свои. И тогда попробуем два человека совместить. Ой, совместить-то совместиво. Вы хотите, да? Хорошо. Совместить, да. Коммуницировать, да. Попытаться и коммуницировать, хотя бы внешними оболочками на уровне каких-то, да? Ну, мы такое же делаем. Например, мы сделали один семинар. Я постарался это объяснить, где мы коммуницировали на уровне эмоций. На уровне тела, на уровне эмоций, на уровне мыслей. Да, да, да. Разные уровни коммуникации. И люди сходятся на разных уровнях, на самом деле. Сначала сходятся на уровне, больше сексуальном уровне, да? То есть симпатия, влечение, страсть и так далее. Потом, если это все переходит уже на другой, более глубокий уровень, не всегда это бывает, конечно, если это случается. Игорь Камилович, там вопрос один возникает о том, что, как бы, может, канал вообще быть закрыт. Да, да. И, например, хорошо открывать нижние чакры, а верхние чакры, любви и уважения, канал закрыт. И, как бы, у одного главная связь, чтобы мужа уважали, а у другого мужа лишь бы, ну, возлюбить свою жену, и не более этого. Поэтому вот эта гармония между каналами тоже нужна. Да, 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 разных уровней. Чтобы она не перетекала в одну. Потому что, да, в основном сейчас ментальный канал, то есть голова и психика перегружены. Люди, да. И у кого-то живет головой сейчас, кто-то, наоборот, живет эгонизором, то есть живет больше материальным. И вот гармония вот этого обычно на уровне сердца и нарушается, то есть коммуникация. Игорь Камилович, там еще один есть вопрос. Вот мы с вами касаемся дисков уровневых, да? У них есть тамо стержень. А там еще есть момент в том, что люди не в себе живут. Да? Сейчас я отвечу. Да, да, да. Понял? Да, да, да.